Папе от Киры, я по тебе скучаю Привет, папа, я нарисовала этот рисунок для тебя, Кира И папе от Киры, я по тебе очень скучаю Я по ней тоже очень скучаю И жду не дождусь нашей встречи Привет, папочка Антоша, привет! Как дела? Как ты нас слышишь? Кира, ну расскажи, как дела в школе? Папе очень интересно Может, ты даже бельник перенесешь по-харе в спальне? Дадим пятерки Молодец, Киры, папа с тобой гордится Антош, ты где летишь? Опустела без тебя земля Как мне несколько часов прожить Так же падает в садах листва И куда-то все спешат такси Только пусто на земле Одно и без тебя А ты, ты летишь и тебе Дарят звезды свою нежность Так же пусто было на земле И когда летал экзюпери Так же падала листва в садах И придумать не могла земля Как прожить и без него Пока он летал Летал и все звезды ему Отдавали свою нежность Браво! Браво! Доброе утро! С вами программа Модный приговор на Первом канале И сегодня, 12 апреля День авиации и космонавтики Зара, огромное спасибо За эту замечательную песню Которая была посвящена Юрию Гагарину И мы также посвящаем нашу программу Тем героям, которые отправляются в космос Я, художник Андрей Бартенев С радостью объявляю Космическое заседание Модного суда открытым Сегодня мы разбираем дело о том, Как дотянуться до звезд мужа И специально для этого дела Я оделся в образ чистой слезы Сторона обвинения Вам слово Космонавт Антон Шкаплеров Считает, что его супруга В своих скромных нарядах Меркнет в лучах его славы А она заслуживает большего А Татьяна всю жизнь Следовала тенью за мужем Поэтому быть на одно плечо Позади от него И лучей его славы Ну, дело для нее привычное И я думаю, правильно она делала Понятно Антон, прошу вас пройти К нашей трибуне Солнечных батарей И огласите нам обстоятельства Вашего дела Антон, скажите мне, пожалуйста, Почему вы думаете, что ваша супруга Меркнет в лучах вашей славы? На сегодняшний день Я достиг Определенного Высокого уровня В своей профессиональной работе Являюсь Таким медийным Человеком Очень много ездил по нашей Великой Родине России Очень много ездил по всему миру Где встречаюсь С огромным количеством людей Которым интересно Узнать из первых уст О космосе О том, что делают космонавты Вообще в космосе Очень часто Если есть возможность Со мной ездит и Моя любимая супруга Татьяна И Рассказывая о космосе Я Слышу Такие вопросы Вот Товарищ космонавт Вы были Два раза в космосе Провели целый год там У вас много тренировок Поездок Командировок Вот как ваши близкие В частности ваша жена Относятся к тому, что У вас так часто нет дома? Я отвечаю, что Лучше, чем моя жена На этот вопрос ответить Не сможет Поэтому вот она сидит рядом Можете у нее сами спросить Эту проблему И я вижу удивление людей О том, что Действительно Вот этот человек, который Сидит со мной рядом Это является настоящей Живой Женой космонавта Естественно Ее спрашивают Она отвечает И дальше все понимают Кто она и что Считаю, что Несправедливо Что Татьяна Меркнет В этой славе В этих звездах Которые имею я Пожалуйста Встаньте Мы хотим провести Первый наш следственный Эксперимент Покажите всем Да Посмотрите Вот как выглядит Жена космонавта Героя России И что Вы можете сказать В оправдании И ответить На эти обвинения Мужа Ну Во-первых Я не так уж плохо Выгляжу И не меркну И не меркну Ну да Ну Твою звезду Героя На самом деле Очень тяжело затмить И в принципе Конечно Когда ты стоишь рядом Все обращают В первую очередь Внимание на твою звезду Ну а я как жена Военнослужащего Полковника Героя Я всегда нахожусь Я считаю, что это правильно На одно плечо Сзади тебя Татьяна Скажите пожалуйста Ну у вас же были какие-то Свои собственные мечты Не только вот Карьера мужа Да Была Мое первое образование Это Начальная школа Учительница начальной школы Да Учитель начальной школы Мне очень нравится Работать с детками Но так сложилось Что не получилось Работать по профессии Потому что мы ездили Все время за Антоном И у нас не было прописки Нигде Мы поставили в общем наверное Мечту Антона Ну выше чем моя мечта Так получилось Ну настоящая вот Жена героя Настоящая Абсолютно Присаживайтесь Спасибо вам большое Но Вы знаете Я когда вот увидел Что Антон Вышел к трибуне Сразу же обратил внимание На то Что У Антона Должен быть Собственный стилист И я хотел спросить А кто ваш стилист Антон А вот сидит Со мной рядом Я Таня Вы так шикарно Следите И одеваете Мужа Ну да Какая вы молодец Я думал ты какой то профессионал Но тем не менее Я прошу дворецкого Припроводите Вещественные доказательства К нам в студию Евелина Хромченко Пожалуйста Прокомментируйте вещь Докина Кронштейне Конечно Конечно же Маленькие черные платья Они нужны для человека Которые находятся Чуть позади И мне очень нравится Тот факт Что наша героиня Сегодняшняя Сознательно Выбрала для себя Именно эту роль Поскольку Всегда несколько Смущают дамы Которые Стараются На пол шага Впереди Сопровождать Своих мужей Особенно В разных публичных И государственных приемах А вот Что касается Ее Времени для себя Она устает От официоза И ей хочется Чего то Праздничного Чего то веселого Чего то яркого И Залихватского Поэтому В ее гардеробе Достаточное Количество Вещей Весьма пестрых И видимо этот момент Мужа немножко смущает То есть Тогда Когда Эта очаровательная Женщина Не выполняет Свою рабочую Функцию Она Демонстрирует Яркое Разнообразие Всех возможностей Которые Текстильная промышленность Ей предоставляет Таким образом Получается Что Для незаметной работы У нее вещи есть Для свободного Времяпрепровождения У нее вещей Более чем достаточно А вот для того Чтобы блеснуть То о чем просит Ее муж У нее фактически Нарядов то и нет А ему хотелось бы гордиться Своей женой Потому что она заслуживает Это Поскольку и его внешний вид И его статус И его награды Не побоюсь этого слова Это конечно В том числе И заслуга его жены Ах Евелина огромное вам спасибо Антон у меня к вам вопрос Вы провели в космосе 365 дней И 14 минут В качестве Командира Корабля И вы даже Вы ходили в открытый космос Но вот я И большинство конечно же Наших зрителей И вот Мои соведущие Прекрасные дамы Мы еще не были В космосе Еще Расскажите вообще Да Еще не были в космосе Мы готовим Мы готовим Видите Я даже Почти в космическом костюме Расскажите Как там Знаете Тяжело передать все словами Я на передачу Принес Некоторые видео Которые делали прямо в космосе Я предлагаю их посмотреть И потом Может я что-то дополню Если вам будет интересно Очень Внимание на экран Ой Эмилина Представляете мы с вами Слушайте это отличное видео Я бы конечно с удовольствием Сделал вот эту Проходку По кругу А вот это летание Меня сразило Это просто Замечательная Чайка Чехова была В вашем исполнении Это была зарядка А как вы стрижетесь Моетесь Едите Да кстати Всех вот эти нюансы И подробности очень интересуют Ну в общем я хочу сказать Что приходится привыкать Потому что Все вещи которые находятся в космосе Они как у нас на земле Не могут лежать на одном месте То есть если ты просто положишь То естественно тут же это сдует Куда-то улетит Поэтому всегда Отрабатывается Уже С некоторым временем Привычка что Вещь я не знаю Ложку тоже либо Привязываете Привязать Либо куда-то под что-то засунуть Либо в карман спрятать Жвачкой приклеить Может быть и так Скотчем воспользоваться Это действительно Это все работает в космосе И бывает даже Когда возвращаешься на землю Иногда по привычке Что-то начинаешь там Припрятывать И твои друзья Космонавты говорят Ничего страшного Он просто недавно вернулся из космоса Таня скажите Он дома тоже Ложки привязывает К столу Первое время да Заметно конечно Что Антон вот Недавно вернулся Да то есть там Где-то смотрим Чтобы стакан поставил На стол Аккуратно Потому что все-таки В космосе это все летает И ничего не падает Не разбивается Ну да это Заметно Еще посмотрим одно видео Внимание на экран Прошу Молду на голову Один Второй Помыл голову Перемешиваем И не надо споласкивать Достаточно просто протереть полотенцем Обалдеть Сегодня клубники на посадке нет Но есть космическая Ой Внимание Так Так Забраться в мешок И обязательно застегнуться Потому что Если Не застегнешься То Ночью Обязательно потоком Воздуха Тебя выдует И ты проснешься Где-нибудь В другой части станции Чего бы конечно не хотелось Поэтому Мы Засегиваем молнию Ну и примерно В такой позе выключая Сесть на свет Так вот и спин Обалдеть Артем Вы сейчас готовитесь К очередному полету в космос Когда он у вас состоится Сейчас прям тебе все скажи Очередно у меня планируется Сейчас старт запланирован На 27 декабря К раз в канун Нового года Я буду Командиром Также международного экипажа Со мной полетят мои коллеги Американский и японский Астронавт Антон Многие думают Что профессия космонавта Это романтика Это большой престиж Ну мы все люди романтики Поэтому нас Влечет туда куда-то В космос Мы летаем Не ради зарплат Не ради каких-то вот Привилегий Которые мы имеем Ну вы правильно говорите У людей У людей Есть такое мнение Вот мы в таком вот Каком-то как бы коконе Находимся в таком Все у нас прекрасно Все хорошо Да нет Мы обычные люди Может вы удивитесь Я уже и полковник и герой Мы только в том году Получили жилье Которое нам положено От государства То есть мы Первый раз в жизни Мы еще Никак не можем даже Привыкнуть тому Что у нас есть свое жилье То есть у нас Были те же проблемы И возможно Много это и сказалось На вот На нынешнем имидже Татьяны Что негде было Ничего купить И мы не жили Все время в Москве Я служил И в дальних гарнизонах Прямо в лесу Где естественно Ничего не было И вот Татьяне Правильно говорите Ей пришлось Выбрать Либо ее карьера Либо моя карьера И она посчитала Что она будет Моим спутником Моим другом И это конечно Сказалось На ее имени Спасибо Антон Присаживайтесь пожалуйста Татьяна Я приглашаю вас К этой Солнечно батареечной Нашей трибуне Продолжение нашей Космической истории Совсем скоро Не переключайтесь Оставайтесь с нами С вами программа Модный приговор На первом канале Я Андрей Бартенев Сегодня В костюме Чистейшей Космической слезы И мы слушаем Дело о том Как дотянуться До звезд Мужа Татьяна Скажите пожалуйста Пока муж Находится в экспедиции Как вам на земле Без него Вы знаете вообще Мы не оторваны Друг от друга И Антон от нас Не оторван Потому что у нас Постоянно происходит Сеансы связи По выходным Мы готовимся к ним У нас дома Стоит Компьютер И каждый выходной Мы как По скайпу Связываемся Готовимся Кира когда была маленькая Она значит Готовила стихи Песни В общем Такие маленькие выступления Для папы Рассказывала все свои Новости Все то что вот У нее накапливалось За эту неделю Вот А так в течение недели Антон звонит нам Очень часто Все у нас под контролем Даже излишне Наверное Бывает такое Да что Куда пошел Зачем пошел Особенно детей Контролируют Да А вы ему тоже задаете Куда пошел Зачем пошел Какое интересное Да ну как то вот мы А какие у Антона Любимые блюда Вы наверное когда связь Вы готовите там Пельмени Барашка И все это едите А он слюни У него такой Сидит Там Варенички Нет Мы стараемся Не дразнить Антона Но мы готовимся Тоже из тюбика едите Я понял Молодцы Из тюбика не едим Все в тюбик запихивайте Подожди АПЛОДИСМЕНТЫ Где показывают Где показывают Что он кушает клубнику Ну да Намек такой Намек Что я получил Какая красота АПЛОДИСМЕНТЫ Таня а по времени связь у вас большая Целый час вы разговариваете или меньше Нет часа не бывает Максимум это 20 минут 20 минут Конечно за 20 минут надо рассказать Что произошло за неделю Порадовать человека Хорошими вестями И получить удовольствие от того Что увидели Ну конечно Нам не хочется расстраивать Что-то такое Вот прям кардинальное Да Ну и с трудностями Мы стараемся справиться сами Потому что Антон Когда улетают У нас обязательно что-нибудь Ломается То машина То проводка какая-то Да То с электричеством Какие-то проблемы Ну Друзья помогают То есть электричество Электричество И стиральные машины Без Антона Тоже скучают Кстати сказать Андрей Да Кстати сказать Пища из тюбика Очень даже вкусная Я пробовал неоднократно И надо сказать Что конечно Профессия такова Что они питаются этой пищей Раздражать конечно Застольем не надо Пельменями Блинами Там пирожками Еще чем-то мясным Но с другой стороны Все равно это съедобная пища Ничем их там не травят Другое дело Что правильно Антон сказал Неудобно Что это непривычно И стакан И ложка Таня Конечно Антон Космонавт Герой страны Видный человек Конечно Я прекрасно понимаю Что он всегда Находится в центре внимания И не только мужского Но и женского Вот каково тебе Находиться рядом С таким Мужчиной Ну вот Это же испытание Для женщины Знаете Я вообще человек Очень ревнивый Ах Ничего себе Сложно С этим Ну Справиться Скажем Бороться невозможно Да Потому что на самом деле На каких-то встречах На каких-то Вот о сессиях Да Каждый же старается Где-то подойти поближе к космонавту Да Сделать такие Ну иногда даже немножко Откровенные фотографии Да Мне это очень не нравится Но я Антону доверяю Вот Но тем не менее Когда Встает вопрос Ехать в отпуск Мы ездим Все вместе Ах Правильно Правильно Береженого Бог бережет Да А страшно в космос Отпускать Страшно Страшно Да Страшно и волнительно И ну Мы готовимся к этому Понятно Например заранее Да Ну я лично да Начинаю пить Какие-то успокоительные Да Да там Препараты Вот Плюс ко всему До старта нам вообще нельзя Чтобы кто-то заболел в семье Да Потому что доктор четко отслеживается Если какие-то там Ну насморк Кашель Да Покашливание Еще какие-то проблемы Температура Это даже ну без разговоров Просто не подпускают К космонавту и все Ты в момент запуска присутствовала Хоть раз смотрела какая это красота Да Мы оба раз И что чувствовала Провожали Антона Да И вот в первый полет Крайний день уже Перед стартом Когда разрешают Вечер провести с семьей С семьей Да Ну все было хорошо Замечательно И вот в последний момент Когда уже ну нужно было сказать Какие-то такие Хорошие добрые слова Что все так хорошо Да Счастливо Да Да Все здорово Замечательно За нас не переживай Не волнуйся Мы тебя любим У меня случился Что Ну истерика скажем Понятно Да Слезы полились Ну как-то все в целом Знаешь Не отнять Не убавить Он герой А ты его королева У него звезда А у тебя корона Понимаешь И вот в этой ситуации Наверное происходит Та самая гармония Которую и он чувствует И ты Надежда Огромное вам спасибо Евелина Пожалуйста Ваши вопросы Татьяна А вот когда вы На общественных мероприятиях О которых рассказывал ваш муж Вас предупреждают о дресс-коде Ну вы знаете Ну не всегда Но в основном Мы в общем-то Догадываемся где-то Где-то кто-то оповещает Что нужно одеть Ну у нас был Один случай Когда мы Первый раз С Антошей Поехали на Космическую конференцию И в общем Ну я немножко Наверное Как-то себя неловко чувствовала Потому что у меня не было Платья в пол Вот Ну я посчитала Что ну наверное Это неуместно будет Да И когда мы приехали Да Все наши Жены Которые немножко Постарше нас Да и вот Такой был Вечер один Что нужно было Одеть платье вечернее Именно в пол С бриллиантами С жемчугами Вот Ну у меня его С собой на тот момент Не было Ну вот После этого я Как-то уже Не позволяю себе Таких проколов А как вы делаете шоппинг У вас есть расписание Ваших официальных визитов Ваших мероприятий Выступлений Вашего мужа Для того чтобы заранее Подготовиться И не быть застегнутой Врасплох Нет заранее Нас никто не предупреждает Вот Ну а шоппинг вообще Ну я честно скажу Не очень люблю шоппинг Потому что когда приходишь В магазин Очень часто Встречается такое Что консультант Встречает вас Фразы Вашего размера Ничего нет У нас нет Поэтому я стараюсь Ну где-то Если мы выезжаем Куда-то за границу То там что-то купить Ну что-то Наверное пригодится Одно платье там Или другое Или какой-то костюм Или какие-то брюки Или блузки Ну вот как-то Выходим из этой ситуации Таким образом А как правило Когда вы выходите вместе Вы Продумываете Двойной комплект Так чтобы Вместе с мужем Выглядеть как пара Да Обязательно Я смотрю Чтобы ну как-то Галстук Антона Подходил Более-менее К моему наряду То есть исключительно По галстуку Красиво Ну нет там Костюм какой-то Где-то у меня платье Может быть по цвету Созвучное С его костюмом Ну вот как-то так Продумываем да То есть все равно Получается более сложная задача Нежели у женщин Которая отправляется На какое-то Торжественное мероприятие Вам необходимо Не просто выглядеть Вам еще нужно Выглядеть в паре Да в паре То есть вот У наших стилистов Сегодня задание Особенно сложное Принимая во внимание Обстоятельства Им необходимо Выдумать Такие наряды Чтобы они не просто Радовали глаз Чтобы они еще Вписывались В те сложные дресс-коды Которые только что Кратко описала наша героиня Потому что это действительно Сложная задача И поверьте мне Существуют такие Универсальные Нарядные Платья И костюмы Которые называют Сепаратами Потому что у них Разные части Могут соединяться С разными частями Других костюмов Которые хорошо Компонуются С любого типа Мужской нарядной Одеждой Я уверена Что наши стилисты Справятся с этой задачей Сегодня они будут Особенно внимательны Ведь У них сегодня Дело Космического Масштаба Эвелина Огромное вам спасибо Я думаю что нам Поможет опыт Станции Союз Аполлон Я хочу напомнить Что на нашем Официальном сайте Модный.тв Вы можете оставить Ваш видео вопрос А мы ведущие С огромным удовольствием Ответим на все ваши Любопытства Татьяна Отправляется Передеваться В комплекты Из своего гардероба Потому что Татьяна Борется за подарочную карту Программы Модный приговор Затем стилисты Нашей программы Предложат своих Три варианта Нового образа Для Татьяны И кто победит Решат Зрители Оставайтесь с нами Не переключайтесь С вами программа Модный приговор На первом канале Я художник Андрей Бартенев Сегодня В этот специальный день 12 апреля В образе Космической чистейшей Слезы Мы разбираем Дело о том Как тяжело Дотянуться До звезд Мужа Наша героиня Татьяна Представит Первый Свой наряд Из собственного Гардероба Он называется Московская Модница Татьяна, скажите, пожалуйста, почему именно так должна выглядеть Москва? Ну, знаете, это, наверное, больше не Москва, а это платье больше не ассоциируется как с дорогой в космос. С Байконуром. Да, Байконур. А, Байконур. Точно. Понятно, Земля в иллюминаторе. Ясно, ясно. Антон, скажите, пожалуйста, что вы думаете, как вот вам нравится этот ансамбль? Ансамбль неплохой, красивый. Но же на лучшее. Рыцарь. Рыцарь. Ну да, и... Мы не видим вот этой изюминки и не видно вот этой вот яркости. А теперь мы выслушаем мнение заслуженной артистки России Зара. Вам слово. Вы заслуживаете более роскошных тканей, роскошного кроя. Вот черная платьица и жакет в стиле Шанель. И вы будете настолько представительны абсолютно везде, на разных уровнях мероприятий. Татьяна, переодевайтесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Дело в том, что, конечно, Татьяна очень разумная женщина. Она в то же время и активная, и в то же время, знаете, она как оберег для своей семьи. Это очевидно. И то, что и Антон рассказывал, и она, что жизнь-то какая была. Мотание по гарнизонам с одного места на другое. И когда ей за модой было следить, скажите мне, пожалуйста. Ну вот что-то чистенькое, новенькое, аккуратненькое, и слава Богу. Поэтому я абсолютно согласна с Зарой, которая четко совершенно сказала, достойна большего, достойна более красивого платья, статуса другого в конце-то концов. Про это Антон говорит, и он очень деликатно об этом напоминает и подсказывает. Чтобы не обидеть свою любимую жену, правильно делает, восхищается. Издюминка должна быть. Молодец. Какую задачу задали Татьяне? Выступить в роли записной московской модницы. Она смело конкурирует с московскими красотками, которые сплошь и рядом бегают в мине. Однако, радостная новость заключается в том, что сегодня скорее ты застанешь московскую модницу, которая несется по делам в джинсах и сникерсах. Потому что, как правило, все дамы в облегающих платьях, в вечерней ситуации, к московским модницам отношения не имеют. Но очень хотят ими быть. Евелина, огромное вам спасибо. И теперь второй выход Татьяны. Наряд для встречи с президентом. Таня, я даже знаю, кто президент вашего сердца. Вот он сидит. Да, в этом платье мы вот с Антоном ходили в Кремль, когда он получал звезду героя. Ну, это был наш первый такой визит к президенту, когда я получал звезду героя. За второй свой космический полет я представлю в следующей высокой награде. И буквально вот на днях мы должны быть в Кремле вместе. Поэтому я надеюсь, что после этой передачи мы получим новое, которое будет не стыдно прийти к президенту. Либо хороший совет. Как минимум. Зара, вам слово. Хорошо. Вы абсолютно правильно выбрали платье. Мне нравится, во-первых, длина рукава, три четверти. Он всегда очень так изысканно смотрится. Я бы поменяла туфли. Я бы их тоже сделала сдержанными. И может быть брошку какую-нибудь. Чуть-чуть, чтобы было строго, но какая-то деталь была нарядная. Или жемчужные бусики. Татьяна, огромное вам спасибо. Переодевайтесь к вашему третьему выходу. А от вас, Надежда, мы ждем комментарий. Ну, замечательно. Платье выбрано правильно. Оно совершенно не кричащее. Но дело в том, что я бы, например, тоже не только туфли поменяла бы, а и поменяла бы цвет колготочек. Сделала бы чуть-чуть такой вот тоненький, черненький, но тоненький-тоненький, почти прозрачный. И, наверное, совсем бы по-другому смотрелось. Что касаемо брошки, ну, да, наверное, потому что у нее на рукавчике есть некие камушки. И они придают некую такую игривость. Все-таки в женщине должно быть что-то такое вот обязательно, такой момент и женственности, и кокетства, и сдержанности, и все. Поэтому направление выбрано правильно. Ну, видимо, это мероприятие происходило после пяти часов, поэтому Татьяна берет более торжественный тон, и в данной ситуации ее маленькое черное платье имеет отношение к коктейлю больше, нежели многие другие вещи на ее вешалке. Однако женщинам, которые выглядят так, как наша героиня, я бы рекомендовала в большей степени открывать шею, потому что совсем небольшое декольте удлинит линию вашей шеи и придаст мобильность всему комплекту. Эвелина, огромное вам спасибо. А теперь третий выход Татьяны. Татьяна, у вас столько шарма и самоиронии, я вижу в этих глазах, когда вы смотрите на Антона. Это вообще... Ну, теперь зато понятно, каким звездам стремится Антон всегда. Он за вами следит и глаз не спускает. Вы все правильно, потому что теперь вы герой нашей программы. А не только он герой России. Зара, скажите, я прав? Ох, знаете, мне так нравится, Татьяна, таких женщин не сыскать. Вот такой роскошной женщине, которая пойдет за мужем при всех обстоятельствах, при всех сложностях, многие ломаются, а она не сломалась, и при этом улыбаются. И так здорово это. По поводу платья. Это летнее платье. И его, конечно, наверное, надо одевать даже не с туфлями, а с какой-нибудь сабой. Я обожаю сабу летом, потому что можно быть выше, чем ты есть на самом деле. Вот. Поэтому это летнее платьюшко, и, как бы, конечно же, это не вечернее платье. Это на платье, на ужин, как раз на отдыхе. Надежда, ваши комментарии. Наша задача, чтобы Татьяна была для него самой яркой звездой. Знаете для чего? Для того, чтобы когда он находится там, далеко, в космосе, чтобы он с содроганием сердца вспоминал о той самой милой, любимой своей женщине, жене, матери, которая ждет его на земле. И наша задача все для этого сотворить, чтобы вот это ощущение и восторг оставалось в голове, в памяти и желанием снова встретить свою любимую на земле. Надежда, спасибо вам. Евелина, ваши комментарии. Зара совершенно права. Это легкое платье для торжественного, но не слишком случая. Однако я бы вам рекомендовала, поскольку все мы видели вашу фигуру, демонстрировать эту прекрасную гендерную разницу. Грудь, талия, бедра. Колонны колонны. Эта прекрасная возможность всегда будет с вами. Но сегодня, когда вам есть что показать, когда вы щедро одарены природой, почему бы не подчеркнуть этот подарок? Татьяна, мы решили вас отправить в магическую комнату наших стилистов. И что наши стилисты сделают с Татьяной, вы узнаете совсем скоро. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. С вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Я Андрей Бартинин сегодня в образе чистой космической слезы. Наша героиня Татьяна Шкаплерова побывала в магической комнате наших стилистов. И там нет зеркал, она еще себя не видела. Давайте поддержим ее первый выход. Субтитры подогнал «Симон»! Татьяна, вы меня перещеголяли. Ну что, как вам? Ну, мне очень нравится. Ну, теперь, Антош, тебе нужно соответствовать моему образу. Вот правильно. Сейчас им надо собраться. Тяжело так сразу выразить все свои эмоции. Но вы же не в космос отправляетесь. Вы хотите сказать комплимент своей жене, пожалуйста. Анют, ты, конечно, прекрасно выглядишь. Это резкая смена того, что каждый день я до этого видел. И я бы хотел сказать, так как этот наряд называется «Московская красавица», сказал бы, что действительно теперь настоящая московская красавица. Я даже не удивлюсь, если мы куда-то попадем в пробку, и тебе надо просто выйти из машины, и эта пробка рассосется сама собой. Спасибо. Татьяна, ваши дочери. Кристина и Кира хотят вас поздравить. Мамочка, ну, вот ты до преображения была очень-очень красивой, и сейчас ты стала после преображения гораздо красивее, чем была. Но ты была все равно красивой. Ты у нас просто в нашей семье космос. Спасибо, Кирилл. Да и слово Кристина. Спасибо, мой золотой. До любого Кристина. Мамочка, ну это просто вау, у меня просто нет слов. Ты теперь у нас сияешь, как самая настоящая звездочка не только Москвы, но и всей нашей вселенной. Ой, спасибо. Татьяна, московская модница, жена космонавта. Идет переодеваться. Второй боекомплект, пожалуйста. Удивительно. Мне нравится. Вот вы помните, да, первый ее выход, она выходила в московской моднице, совершенно в другом платье, в мини-платье, но по цветовой палитре примерно такой же. Только вот, понимаете, это современная мода, это очень креативная история. Я думаю, что в звездном городке это без внимания не останется. Та конструкция, которую только что показали нам стилисты, она очень универсальна для любых выходов в свет. Конечно же, если мы говорим о мероприятии, которые проходят до пяти, это максимально приемлемая длина. Вопрос, связанный с мероприятиями с пяти до семи, открыт всегда, потому что необходимо читать дресс-код. А вот мероприятия, которые запланированы на время после семи, длятся достаточно долго в торжественной обстановке, в 90% случаев требуют платья в пол. Второй выход Татьяны для встречи с президентом. Таня, я знаю, с каким президентом вы сыграли. Собирайтесь встречаться! Шарман-шарман с президентом Франции! Ну что, мне очень нравится, Антон, я готова идти в Крыму. Горох! Тебе будет не стыдно теперь со мной? Антон? Ну, деловое, строгое, все как положено для таких неординарных встреч с неординарными людьми. Ну, единственное, что теперь придется и мне позадуматься, что же мне приодеть, чтобы соответствовать такому наряду. Антон, я думаю, что по цвету ваш пиджак подходит сейчас вот к этому ансамблю. Так что вы не переживайте, что вам надо что-то менять. Вам просто надо стать рядом. Это совсем другой вопрос. Но мы хотим обратиться к группе поддержки. Подруга дочери! Дорогая Татьяна, этот образ, он очень вам к лицу. Вы невероятно современная, модная. И мне очень хочется быть похожей на вас не только внешне, но и характером. Вы ведь очень сильный человек. Поздравляю вас с таким чудесным перевоплощением. Спасибо. Катя, спасибо большое вам. Вот настоящая подруга дочери. Спасибо, Катюшка. И еще друзья семьи. Мариана, Василиса и Лиза. Татьяна, ты такая потрясающая. У меня просто... Я потеряла дар речи. Такая потрясающая, элегантная, восхитительная женщина. Я так рада за тебя. Правда, правда. Ты на любом приеме будешь, мне кажется, самой блистающей, самой великолепной. Спасибо, Мариша. Тетя Татьяна, вы самая лучшая. Спасибо, моя дочь. Спасибо. Татьяна, идите в нашу магическую комнату. Мы ждем ваш третий выход. Надежда, ваши комментарии. Вот так, как ее сейчас стилисты преобразили, Антон, даже когда вы вдвоем и вас окружают журналисты, глядя на нее, в первую очередь хочется ее расспросить, как он стал космонавтом, а что для этого необходимо, а какое отношение в семье, а как дети, именно у нее спросить. Потому что в этой ситуации она так выглядит надежно. Замечательно просто. Вот такой уровень. То, что надо. Для чего будет хорош этот костюм? Он будет очень хорош для утренней или дневной пресс-конференции, возможно, в присутствии очень высоких лиц, по поводу торжественного вручения. Замечательно совершенно. И даже в случае, если самый высокий руководитель страны будет принимать участие в этой встрече с журналистами, подобным образом одета жена главного героя такой пресс-конференции, не ударит в грязь лицо. А теперь третий выход нашей героини. КОНЕЦ Татьяна, какая у вас космическая сумочка. Просто фрагмент галактики. Вот так, наверное. А какие разрезы, открывающиеся при движении вашем. Ох. Ну что, Антон, я теперь звезда. Я думаю, что теперь из каждого полета ты будешь торопиться домой, будешь помнить и вспоминать у меня вот такой красавицы. А мы будем ждать тебя. Антон. Чего молчишь-то? Ну, конечно. Ты молчишь, я не говорился. Ну, давайте. Наконец-то. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мне казалось, я слетал в космос. Был в открытом космосе. И меня уже нечем удивить в этой жизни. Но сегодня ваша передача меня удивила. Как с первой плакал, а второй тот день. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу от себя сказать, что когда ты видишь такую замечательную пару, как вы, очень легко удивлять. Все получается как по маслу. АПЛОДИСМЕНТЫ Модный приговор от народной артистки России Надежды Бабкиной. Такая красавица имеет огромную силу притяжения. Спасибо огромное стилистам за то, что они создали невероятные образы. Это платье роскошное. Да, спокойно можно пойти на прием, который до вечера, где гости, шампанское, слова говорят и так далее. И поздравляю вас с этим удивительным праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда Космическая вам спасибо. Пожалуйста. Жена героя Российской Федерации. Это всегда, особенно на международных приемах, визитная карточка нашей страны на международной арене. И вот те формы и линии, которые подобрали вам наши стилисты, они послужат вам хорошую службу для того, чтобы создать новое направление для вашего гардероба, с которым и так все было в порядке. Но признаемся честно, претензии нашего известного космонавта, летчика-испытателя и космонавта-испытателя были совершенно корректны. Ему было обидно, что женщина, которая вложила так много себя в его карьеру и в его успехи, все время была такой вот тенью на заднем плане. Красивой, но все-таки не такой яркой, как мы ее видим сегодня, после того, как она побывала у стилистов. А сейчас есть возможность получить заслуженные аплодисменты, потому что вы их достоинны. Браво, Эвелина! А мы подходим к финалу нашей космической программы. Я прошу, кронштейны на наш подиум. Татьяна, подойдите ко мне, пожалуйста. Наша программа поздравляет вас в этот замечательный день космонавтики. И первый подарок, который я вот хочу от себя вручить, это я в образе космической чистой слезы на программе «Модный приговор». Пусть у вас висит дома и напоминает, что у вас был такой космический судья на «Модном приговоре». От коллектива всей нашей программы мы хотим вручить вам вот этот нежный букет. Спасибо большое. Теперь самый главный выбор. Перед вами кронштейн с одеждой, которую приготовили для вас наши стилисты. А здесь в руке у меня подарочная карта от программы «Модный приговор». Что бы вы хотели выбрать? Я отказываюсь от подарочной карты. Мне очень нравится, что подобрали мастеристы. Спасибо. Татьяна, я правом космической чистой слезы отменяю всяческие голосования в этот праздничный день. И ваше решение определяет ваш подарок от нашей передачи. Спасибо большое. Все вот эти вещи ваши. Я художник Андрей Бартени. Это космическое заседание объявляю суперуспешно завершенным. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!